Это Пульс Дня, мы продолжаем выпуск. На связи со мной журналист Алекс Якубсон. Алекс, приветствую тебя. Здравствуйте. Хочу поговорить с тобой по поводу приговора, вердикта, вернее, Хантеру Байдену и его влиянии на предвыборную кампанию. Нет ли у тебя такого ощущения, что потенциальное заключение в тюрьму сына президента может принести самому президенту дополнительные очки в ходе предвыборной кампании? Ну, знаешь, это такой очень хитрый, как мне кажется, вариант трактовки, анализ. Потому что, ну, я бы сказал все-таки, что это скорее отнимет очки у президента Байдена. Потому что, ну, когда твой сын попадает в тюрьму, причем по серьезным таким статьям, да, незаконное владение оружием. Причем ты, ведь представитель партии, которая пытается навести более какой-то строгий порядок, в том числе в оружейной сфере, выступает за ужесточение закона о владении, там, ношении оружия и так далее. Если твой сын попадается на дело не ровно того, против чего ты выступаешь, это означает сразу несколько негативных пунктов для тебя. Это означает, что ты не имеешь влияния на собственного сына. И мы знаем, что у Джо Байдена проблема исторически, да, один его сын умер, другой вот тоже очень неблагополучный. Как ты можешь быть лидером для всей нации и всего мира, крайне мере, всего свободного мира, если ты толком не лидер и не авторитет для своих сыновей, по крайней мере, для своих детей, по крайней мере, настолько, чтобы наставить их, так сказать, на нормальный истинный путь жизненный. Так разве это и не есть та самая свобода, когда президент или сына президента отправляют в тюрьму по наказанию? Вот то же самое, что как раз-таки Джо Байден говорил после вердикта Трампу, что нет никого выше закона. Пожалуйста, та же ситуация с его сыном теперь. Ну, с одной стороны, да. Но с другой, президент, публичное лицо. Кстати говоря, это может быть по Байдену, в том числе и потому, что он наверняка знал, что происходит с Хантером и понимал, что то, что делает Хантер, в частности, в плане владения оружием, незаконно и является проблемой не для одного только Хантера. Ну, а как? Ну, понятно, да, мы живем в очень индивидуалистическом обществе, все взрослые люди, но это не значит, что отец, тем более президент или в былые годы сенатор и вице-президент, публичное лицо высшего ранга может абсолютно самоустраниться от своего ближайшего родственника, такого, как один из его детей. И опять же, поскольку это не единственный его сын, с которым случились проблемы в жизни, это означает, что это хроническая проблема, что этот человек не имеет достаточного авторитета даже над ближайшим своим окружением, над своей семьей. Причем этот человек, хотя он демократ и вроде как относительно либеральный, но он гордится тем, что он католик, он гордится тем, что он семьянин. И то, что мы видим, абсолютно разрушает этот его имидж, это его реноме. Поэтому то, что касается свободы суда, ну да, хорошо, правильно, попался Трамп на чем-то и получил приговор обвинительный по всем статьям, и многие, как мы знаем, сторонники Трампа возмущены этим приговором и этим судом. Теперь попался сын Байдена. Ну, сторонники Байдена могут сказать, ребята, да, у нас один-один по приговорам. Приговор Трампу, приговор сыну Байдена, который бьет по президенту. Да, у нас свободная система юридическая, она бьет и по демократам, по демократическому президенту, пусть и косвенно через его сына, но бьет по нему точно так же, как по вашему парню, да, как бы по бывшему и, возможно, будущему президенту-республиканцу. Хорошо, это плюс в пользу нашей юридической системы, это плюс в пользу Байдена. Ну, а как представить, чтобы Байден мог звонить там кому-то прокурорам или, не знаю, адвокатам, журналистам, да, вот то, в чем его обвиняли, кстати, в случае с Украиной, что он повлиял в свое время на увольнение генпрокурора Фокина, если не ошибаюсь, который расследовал, по-моему, деятельность компании, к которой имел отношение Хантер Байден. Ну, окей, Америка-то точно не Украина, здесь такое просто невозможно, здесь вряд ли даже Трампу дадут своим звонком кого-то увольнять или заставлять принимать какое-то решение. Вот, поэтому для Байдена как политика, я думаю, что это безусловный минус. Другое дело, что можно попытаться эксплуатировать тему там склонности американского народа к милосердию, к прощению, то, на чем в свое время сыграл Клинтон во времена, скажем, истории с Моникой Левинской и с похожими еще до Моникой Левинской. Вот та история, которую нам показывают, та картинка, которую демонстрируют, как раз-таки, смотри, Джо Байден накануне вечером прилетел в Делавер после оглашения вердикта. И вот здесь они как раз обнимаются на этом видео, говорят друг друга какие-то слова. Он демонстрирует как раз то, что он хороший отец. Особенно это важно в канун Дня Отца, который будет в эти выходные в Соединенных Штатах. Насколько, опять же, ты считаешь вероятно, что Джо Байден сыграл в этом суде тоже какое-то решающее слово, я имею в виду. Но мы говорили раньше, что, возможно, этот суд будут рассматривать, этот кейс будут рассматривать где-то в сентябре, в октябре. Насколько вероятно, что сам Джо Байден подвинул каким-то образом, повлиял на это, чтобы сейчас рассмотрение состоялось летом, вынесли приговор, возможно, чтобы заключили в тюрьму своего же сына? Знаешь, я знаю, что Байден католик, я не знаю, он иезуит, доминиканец или кто, но это такая сверх-иезуитская тактика будет. Я, опять же, я не думаю, что это возможно, вот взять вот как-то там, да, вот позвонить прокурору или кому-то там суде, кто ведет это дело, сказать, привет, это президент Джо Байден, пожалуйста, передвиньте рассмотрение дела на более ранний срок, чтобы типа там, чтобы что? Чтобы, да, моего сына приговорят, но к моменту выборов это забудется? То есть тогда получается, вот мы только что говорили, что Байден изображает заботу, любовь, скорбь о том, что случилось со своим сыном. Ну, во-первых, он был бы лучшим отцом, если бы он не допустил этого, если бы он в свое время повлиял на сына так, чтобы ничего этого не произошло. Тут можно сравнивать его даже с тем же Трампом, который, конечно, с одной стороны нарожал детей от нескольких жен, но у него, например, один из сыновей, барон, мальчишка, да, который аутист. И он при этом, как бы, некоторые демократы, которые должны быть сторонниками слабых, больных, там, детей и так далее, говорили, что типа ему надо было сделать абор, да, как бы, барон, что чего рожать. То есть демократы могут быть очень жестокими и очень лицемерными, когда дело касается оппонентов. Республиканцы, пожалуй, тоже, но сейчас речь о демократах. Но, понимаешь, что же это за отцовская любовь такая, ты готов согласиться на тюремный срок своего сына еще и пораньше, только чтобы переизбраться. И, понимаешь, я вот смотрю на лицо Байдена, но это какая-то гримаса такая скорбная, болезненная, которая вообще, чем дальше, тем больше, в общем-то, не сходится в его лицах. Знаешь, я еще четыре года назад сравнивал его и Трампа, соответственно, с Пьерой и Орликина, с белым и рыжим клоунами. И чем дальше, тем больше я утверждаюсь в этом впечатлении. Поэтому я не знаю, у меня впечатление от поведения Байдена и его электоральных перспектив от того, что происходит в этой истории, скорее негативное. Я не думаю, что это, опять же, если каким-то образом он повлиял специально на то, чтобы ускорили этот процесс, да, как бы, и побыстрее вынесли приговор, теоретически, чтобы побыстрее его сын попал в тюрьму и начал отбывать наказание или еще какому-то там наказанию подвергся. Ну, если это станет достоянием публики, это еще больше ударит, по-моему, по реноме Джо Байдена. Это вскроет его и как лицемера, который пожертвовал своим сыном как пешкой, да, и как очень циничного политического игрока. Поэтому я не знаю, насколько на этом можно выжать какую-то политическую, какую-то электоральную выгоду, честно говоря. И знаешь, я вот просто думаю, что вот эта история, если ее рассматривать вместе с историей с приговором Трампу по делу выплаток Сторми Дэниелса, у Трампа ведь еще впереди более серьезные дела по попытке там чуть ли не государственного переворота, попытке принуждения к отмене официальных итогов выборов в штате Джорджии и так далее. Мы получаем двух кандидатов, которые одинаково запятнаны, которые одинаково скомпрометированы. И это в очередной раз дает уже серьезное обоснование вот к той, казалось бы, еще недавно бредовой идее, которую я пару раз в разговорах с тобой высказывал. И думаю, что уже не только я это высказываю. Что решением ли Конгресса США, может быть даже вооруженных сил, это абсолютно чрезвычайная история будет, чрезвычайный сценарий, но это как бы чрезвычайные, отчаянные времена требуют отчаянных мер. Еще какого-то института решения, может быть, Верховного суда. Может быть, можно просто аннулировать результаты праймерис, ну в основном республиканской партии, в демократической у Байдена почти не было, но формально были праймерис, насколько я помню. И просто вот обнулить происходившую до сих пор президентскую кампанию в США, объявив обоих кандидатов профнепригодными. Потому что мы имеем двух стариков, скомпрометированных, скомпрометированных и политически, и на личном уровне. Да, в одном случае приговор имеется против одного из них лично, во втором против его сына. Но это еще не докопались до самого Байдена. Между прочим, вносились уже попытки подвергнуть Байдена самого импичменту в Конгрессе. А у нас, между прочим, есть колода, так сказать, карт, в которой есть гораздо более привлекательные кандидаты. На одной стороне Ники Хейли, там Майк Пенс и так далее, на другой Геви Ньюсом, Пит Бутиджич. Я не упоминаю Камалу Харрис. В недавнем рикошете мне поставили на вид, что я одновременно назвал ее красивой и ленивой. Я как республиканец, понимаешь, я хочу возвращения нормальных республиканцев к правлению, и поэтому я пытался подобрать Ники Хейли, наиболее легкого противника из демократов, и таковым представляется именно Камала Харрис. Но кто бы это ни был, кто бы это ни был, это все равно было бы лучше, чем Трамп против Байдена раунд два. Сейчас, как мне кажется, любой кандидат, какого ни возьми, если он моложе лет на хотя бы 10-15, чем действующие кандидаты, это уже будет победа. Да, мы с тобой обсуждали, кстати, не так давно, кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего, но он тоже не слишком привлекательный. Я не знаю, мы проходим сейчас такой очень интересный, небывалый, наверное, исторический момент в политике США, когда, возможно, может быть и может появиться какой-то еще независимый кандидат, который наберет ходу быстро, может это будет вот кто-то из недавних кандидатов в основных партии, та же Хейли, наберет ходу, наберет пожертвований крупных спонсоров, успеет, может создать даже новую партию, и к выборам, может быть, даже подоспеет в ранге фаворита, потому что с этими двумя ребятами, что Трамп, что Байденам, ну просто уже надоело это смотреть. Алекс, попрошу тебя оставаться на связи, сейчас сделаем рекламу, небольшой перерыв, после него вернемся, и хочу поговорить еще о выборах в Европарламенте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова